Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Очень часто под колбасными роликами меня спрашивают, а можно приготовить то же самое, но без свинины. Вы уже видели на канале украинскую жареную колбасу, если не видели, ссылочка в описании, здесь в уголочке тоже повешу. Поэтому сегодня, продолжая тему жареных колбас, приготовлю баранью колбасу. Вчера я взял баранью ножку, срезал с нее мясо, удалил понятно все лимфоузлы, нарезал некрупными кусочками. Жирной ножки было совсем мало, откуда в Испании жирные бараны. Курдючных здесь не выращивают. А во вкусной колбасе жира должно быть не меньше 30%. Нарезанное мясо сложил в дежу, добавил обычные поваренные соли и очень тщательно вымешал. Важность такого механического вымешивания я подробно разбирал в ролике про украинскую жареную колбасу, ссылочка в описании, если не смотрели. Повторяться не буду, сэкономлю ваше время. Получилось у меня вот такое вот измятое измочаленное мясо. Оставил его просаливаться в холодильнике на сутки. Так что же дело с мясом, если жира в нем совсем мало, а свиное сало мы договорились сегодня не использовать. ГОСТ 31501 2012 года предлагает приготовить баранью колбасу с луком жареным. Он и сладости добавит и сочности, и жирности. Я для обжарки буду использовать сливочное масло в большом количестве. По густу уже жареного лука в вашей смеси должно быть 16%. Учитывая, насколько он сильно ужаривается, резать надо много. Ну и масла тоже надо много, конечно. Да, дороговатая колбаса получается. И масло, и баранина у нас, мягко говоря, совсем не дешевая. Процесс обжарки пошел, встретимся, когда он завершится. Пряности надо смолоть. Понадобится перец красный острый, это очень острый, перец черный и перец душистый. А сахар добавлять в эту колбасу не надо. Его и в луке достаточно. Набивать буду при помощи китайского колбасного шприца с алиэкспрессо. Ссылку ищите в описании. Баранью черевую я замочил пару часов назад, чтобы эластичной была. Вообще-то по ГОСТу баранью колбасу набивают в свиную черевую и даже не парится, но я использую баранью. Приступим. Вот такие колбаски. Теперь проштриковать, чтобы не полопались. И в духовку на полчаса. Температура 200, вверх и нижний нагрев. Так, ну и долгожданный момент пробы. Так, конечно, глядя на количество этих колбасы, нужно сразу сказать, что колбаса получается золотая. Цена на баранину, мягко говоря, высока. Покупаешь баранью ногу, там в этой ноге почти сплошная кость. Ну, какая же она вкусная. Обалденно вкусная колбаса. Такую колбасу нужно чаще готовить. Очень вкусная. Лук сладость добавил. Она солдоватая. Она сладковатая, пряная. Ну, просто супер. Накопите на нее денег. Приготовьте. Это песня. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok